Вообще, я хочу вам просто объяснить такую вещь, что вообще, ну, Бог, он у нас триедин, да? То есть мы говорим, у нас нет единого, у нас нет одного Бога, у нас есть единый Бог, понимаете? То есть Бог — это единство. Единство Бога, Бога Духа Святого, Бога Отца и Бога Сына. Некоторые другие религии, я не буду утверждать, какие они говорят, что Бог — это, он один. Но наш Бог, он един, то есть это сообщество, как бы как, понимаете, ну, между Богом Отцом, Святым Духом и Богом Сыном, между ними единство, да? Кто-то представляет это себе, ну, то есть разные проповедники, они говорят об этом, как, вот, Бог, можно представить Бога Отца как Солнце, там, Бога Сына как лучи Солнца, а вот тепло — это как Дух Святой. Но я вам хочу сказать, это очень слабенькое сравнение, ну, то есть оно вообще не, скажем так, очень слабо представляет, кто такой Бог. Вот, и три единства Его. Также кто-то представляет, скажем так, как дерево и ветви и листочки. Это тоже слабое сравнение, потому что, ну, не подходит оно. Но я вам попытаюсь объяснить вот это вот единство в творении, да? Вот как было, происходило творение, вот, и единство Божье, да? И, ну, в Иоанна мы читаем, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, да? То есть, вообще, ну, если мы возьмем первый стих Библии Старого Завета, написано «вначале Бог», то есть Он в начале всего. И, знаете, второй стих Библии, он такой интересный, но я как бы попытаюсь вам объяснить. Там говорится, что и Дух Божий носился над бездной. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над бездной, да? То есть, здесь говорит, в начале Бог, первый стих говорит, ну, я говорю вам о творении, да? Пример творения, и я хочу на этом примере показать, как, ну, Бога, как три единого. Вот, и в начале Бог, потом мы уже читаем, что Дух Божий носился над бездною. Но, знаете, как бы, вот здесь не очень показан Иисус. Но если мы читаем притчи, восьмую главу, я сейчас вам ее открою, так быстренько мы прочитаем там то, что я хочу, чтобы мы прочитали. Если мы откроем притчи, восьмую главу, там очень интересно написано. Смотрите, Господь имел меня началом пути своего. Здесь говорится о мудрости, и мудрость здесь Иисус Христос, конечно же. Господь имел меня началом своего пути, прежде созданий своих исканий. От веков я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных полинок вселенной. Когда он удовлетворил небеса, я была там. Когда он проводил курговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. Я была радостью всякий день, веселясь перед лицом его все время, веселясь на земном кругу его. «И радость моя была с сынами человеческими». То есть здесь говорится об Иисусе, и здесь говорится конкретно о Нем как в том контексте, что Он был при творении. То есть Он был задействован во всех процессах творения Божьих. И это очень важно понимать, потому что нет такого, что, знаете, вот как бы в этой сказке «Рыба, щука и рак», то есть что они в разные стороны как бы тянут. Нет, между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым между ними единство. И они понимают друг друга, между ними есть, ну то есть происходят разные процессы обсуждения того, чего они собираются делать. Потому что у Бога нет такого, что Он сегодня это хочу делать, завтра другое, и так дальше, и так дальше. И нет такого, чтобы они между собой конфликтовали, потому что между ними единство. Бог един. И, конечно же, если процесс творения, это было общее дело Бога Отца, Сына и Духа Святого, то, конечно же, за это отвечать, за то, что творили, они тоже решили вместе, потому что нет такого, чтобы, я говорю, чтобы между ними было какое-то... И, конечно, если мы читаем первый и второй стихи Библии, то второй стих Библии говорит уже нам, что земля была безвидна и пуста. И тут вот такой вот момент, ну как бы логический. Если Бог что-то творит, Он творит все совершенным. Как может быть земля безвидна и пуста? Многие богословы, они утверждают, что вот этот вот первый и второй стих Библии, между ними большое временное... Ну, то есть, по времени, большое, большая, как бы... Пространство. Пространство, да, временное пространство. Потому что во время этого произошло бунт сатаны, и сатана был низвергнут, как мы ему уже читали, мы знаем из Библии, и треть ангелов были низвергнуты, и написано, они были низвергнуты на землю конкретно. То есть вот это вот, понимаете, дух, но... я говорю, что Бог, он... у него нету такого, что он что-то делает и не делает. Или, например, он оставляет какую-то часть Вселенной без своего внимания. Конечно же, Богу, когда был низвергнут сатана, ему не нравилось, что вот здесь, на земле, будет то место, которое будет... ну, там, где будет хаос. Потому что пришел дьявол. Потом, когда в следующих стихах говорится о творении, то есть как земли, то говорится о восстановлении земли больше. То есть если взять еврит, древнееврейский язык, то все говорит о восстановлении, больше как бы слова восстановления, чем творения. Вот. И... Бог, он... нам показывает, что... когда был низвергнут сатана, он не хотел эту часть Вселенной оставить без своего внимания. И он говорит, мы поставим туда человека. То есть это был разговор между Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Он будет представлять там нас. Конечно же, Бог знал то, что возможны какие-то нюансы с человеком, да, возможно, что они произойдут. Как бы он предвидел это. И это мы читаем в Откровении, где говорится, что Иисус — это Агнец, который заклан еще до сотворения мира. В Откровении говорится об этом конкретно. То есть Бог знал, что может произойти такой момент, когда человек разрушит, ну, то есть согрешит. И он говорит, что я сотворю, хорошо, мы сотворим человека, он будет представлять на земле меня, он будет этого дьявола, то есть задача человека на земле состояла в том, мы читаем это, чтобы охранять, охранять и представлять Бога. И расширяться, то есть умножаться и так дальше. Вот. Но Иисус в это время тоже Бог понимал, что может что-то пойти не так, как планируется, может произойти какое-то отклонение от плана. И чтобы не произошло такого, что нельзя исправить, между ними было совершено, вот заключен такой, произошел разговор, что вот будет Иисус, Он будет еще, Он еще даст сотворение мира, Он уже был предназначен на жертву. И я же говорю, что когда Бог что-то творит, Он знает, как за это отвечать, за свое творение. Он отвечает за свое творение, Он отвечает за каждую вещь, то есть вы знаете, что в каждой вещи, которую Бог сотворил, там есть его имя. Там есть в каждой молекуле, в каждой клеточке записано его имя. Но это будем, ну как бы это ученые говорят, которые разбирают вот эти вот генетические коды и все такое прочее. Они говорят об этом. То есть это не сокрыто. Но сейчас не об этом. И вот что произошло в Осии, шестая глава, седьмой стих, очень конкретно говорится, что Бог сотворил Адама, а в Осии говорится, что Адам, он не просто согрешил, ну то есть это не было. Между Богом и Адамом был заключен завет, очень конкретно. И в Осии, шестая глава, седьмой стих, говорится, что этот завет был просто разрушен. То есть был завет, и этот завет разрушен был. Вы понимаете, что когда ты что-то представляешь, ты можешь приходить перед лицом Божьим. И вот после того, как был разрушен завет, ну то есть на место, место Адама занял дьявол, вот этот вот дьявол, он мог приходить перед Божьим лицом. Он мог приходить. Мы это читаем в Иоа, да, Иов. Вот, мы читаем Иова, и очень конкретно, что дьявол приходил свободно и сидел в сообществе там архангелов, которые тоже что-то представляли, какие-то части, я не знаю, Вселенной. Я не могу сказать об этом, потому что это, ну как бы сокрыто от нас. Но я говорю о том, что какая была возможность у дьявола, у него была возможность приходить перед Божьим лицом, хотя он был низвергнут, да. Вот, так. И теперь мы, это такое как бы большое предисловие к тому, что я буду говорить. Вот, потому что я хочу говорить именно о роли Святого Духа в искуплении. Вы знаете, что Дух Святой, Он действовал через Иисуса, и это мы можем проследить, ну, то есть, Он вместе с Иисусом, Иисус говорит, я делаю только то, что делает Бог, да. А Дух Святой, ну, как бы, Иисус, в то же время мы читаем, например, что, каким образом был рожден Иисус? Он был рожден от Духа. То есть, вы понимаете, что это все вместе. Это нельзя, но как бы, хотя мы говорим, что Бог от Ельца это Личность, Иисус это Личность, Дух Святой это Личность, но вместе с тем это все вместе. И вот моя дочь она говорит, вот Дух Святой это только сейчас, то есть, Он раньше не был представлен на земле, и Его не было как бы на земле, ну, то есть, Он ничего не делал на земле, но я Вам хочу сказать, ну, я бы как бы с самого первого главы бытия, я уже говорю Вам, что Он был представлен на земле, Он действовал через пророков, Он говорил через пророков, и Бог Отец действовал через Духа Святого, ну, как бы давая мысли пророкам и так дальше. Но, также мы, когда говорим об Иисусе, вот как Дух Святой, Он, в Иоанна мы читаем, что Он был исполнен, Он был, исполнился полнотой Духа. В Матвея мы читаем, что Он был введен Духом, да, вот там, где Он был введен в пустыне, Он исполнился Духа Святой и был введен в Духом Святым. Но самое главное, вы знаете, если мы откроем, я хочу, чтобы Вы вместе со мной сейчас открыли, это послание к евреям, 9 глава. Здесь очень конкретно говорится о том, говорится о том, что сделал, что сделал, что сделал, как бы, Дух Святой на кресте. Вот какая была роль Духа Святого и что, как Он присутствовал на том, на том месте, где, где был Иисус распят, да. И вы знаете, что когда приносится какая-то жертва, то должен быть тот, кто приносит эту жертву. Ну, как бы, должен, вот если, например, в Старом Завете, если приносилась жертва, то кто приносил жертву? Священник, да. И как вы думаете, кто приносил жертву Иисуса Христа? Давайте мы откроем. Итак, послание к евреям, 9 глава и 14 стих. Здесь говорится, «То тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел для сужения Богу живому и истинному». Представляете, на кресте был Иисус как жертва. В жертву Его приносил никто-нибудь, то есть это не были люди, это был Дух Святой. Он Его приносил в жертву кому? Богу. То есть, понимаете, как бы очень часто говорят, это евреи принесли Иисуса Христа в жертву. Но там всё было так, как нужно. Там не было случайностей. Возле креста... Вот знаете, если что-то думать, то только не там. Если о каких-то случайностях думать, то только не там. Там было всё предопределено и очень чётко выполнено. Очень чётко. Кроме того, хочу вам сказать, вы знаете, что... Давайте сейчас откроем быстренько. это первая Тимофея, третья глава. Первая Тимофея... Сейчас, одну секундочку. Я сейчас с вами... Так, Карентином, Ефесяном, Филиппийцем. Та-та-та... Так, Фессалоникийцем, так, Титом. Это уже далеко. Первая Тимофея... Так, Первая Тимофея, третья глава и шестнадцатый стих. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознёсся в славе. Итак, вот то, что я хочу вам акцентировать, на чём внимание. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Явился во плоти, то есть, это Иисус, говорится, да, и оправдал себя в духе. Вот знаете, вы когда-нибудь думали, что над Иисусом был суд? Вы это место читали в Библии? Над Иисусом был произведён суд, но не земной суд. Я не говорю о земном суде, когда первосвященники судили его и так дальше. Я говорю о небесном суде, когда он был оправдан. Вы видите, какая роль Духа Святого в искуплении? Он был, Иисус был оправдан. Оправдан кем? Оправдан Духом Святым. И сейчас мы с вами откроем именно то место, где говорится о духовном суде, там, где говорится о духовных вещах. Вы знаете, я просто это, я очень сильно это место люблю, и я вам честно скажу, что я вот верю, что когда я попаду на небеса, я это место увижу, ну то есть я думаю, что где-то там на небесах есть, ну или видеокамера, или я не знаю, то есть там это записано, что я смогу это воочию увидеть, как Иисуса оправдывают, потому что для меня это, например, ну то есть я вот это вот представляю, оно описано здесь, но я просто верю в это, что я еще увижу это, как это в действительности было вот там, потому что это торжество из торжеств, это самое величественное, что может быть только. итак, открываем Захарии третью главу. И показан мне, и показал он мне Иисуса, то есть это Захария, он видел это, он это видел в, как это сказать, ну то есть он это видел в видении, да, я вот поэтому я ей говорю, что я верю, что я это тоже увижу. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед Ангелом Господним, и Сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. То есть, вы понимаете, написано в Библии, что Сатана это креветник, и он все время кревещет, то есть это его работа на верующих. И сказал Господь Сатане, Господь дозапретит, это Дух Святой сказал, Господь дозапретит тебе, Сатана, дозапретит тебе, Господь, избравший Иерусалим, не в головня ли он исторгнутая из огня, Иисус же одет был в запятнанные одежды. Вы понимаете, что на Иисусе был грех всего мира, на нем были запятнанные одежды. и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал, то есть он стоял перед Богом, который отвечал и сказал стоящим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды. А ему сказал, а самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою, облекаю тебя в одежды торжественные. этот момент я хочу видеть. Я честно говорю, это можно читать, это можно представлять, но вы даже себе не представляете, какое поражение тогда произошло с сатаной, какое он поражение понес тогда в этот момент. Понимаете, он мог приходить в святилище и осквернять это святилище своими словами, своим присутствием. И об этом мы сейчас прочитаем. И сказал, вложите на голову его чистый кидар, на голову Иисуса положили чистый кидар, то есть на нем был терновый венец, и его сняли и положили чистый кидар на его голову. И возложили чистый кидар на голову его, и облекли его в одежды. Ангел же Господень стоял, и засвидетельствовал Ангел Господень и сказал Иисусу, так говорит Господь Саволу. Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь, вы понимаете, что сразу Иисус начал представлять нас, потому что Иисус это есть церковь, да, Он голова церкви, а мы его, ну, и он, и сразу же, сразу же, в этот же момент это было представление церкви. Если ты будешь ходить моими путями, потому что, ну, самому Иисусу не надо ходить путями Божьими, он так ходит Божьими путями, но здесь именно говорится о церкви. Если ты будешь ходить моими путями, если будешь на страже моей, то будешь судить мой дом. Вы знаете, в Откровении мы читаем, что мы будем судить, да? в Откровении мы читаем, что мы будем управлять, потому что будет тысячелетнее царство Иисуса на земле, и, ну, соответственно, будем судить, будем управлять его домом и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же Иисус и Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи достойные, да? Ты и сидящие перед тобою, мужи достойные. Вот я привожу раба моего отрасль, ибо вот камень, который я полагаю перед Иисусом. Камень, да? Который есть Иисус. На этом камне семь очей. Это говорится о Духе Святом, который представлен семи разными Духами, Духа Откровения, Духа Мудрости и так дальше. Вот, я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саввуд, и сглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саввуд, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Да? Аллилуйя. Я вам хочу сказать, что вот это вот все, это говорится о искуплении. Да? И что же сделал Иисус? То есть, Иисус был принесен в жертву Духом Святым. Мы об этом прочитали. Да? Иисус был оправдан Духом Святым. И конкретно, как это происходило, вот это вот написано в третьей главе Захарии. Я вообще удивляюсь, как Захария вот до, ну, как бы до подробностей это все описал. Но дальше я очень люблю эту главу в Евреям, девятая глава. Давайте возвратимся к ней. И, потому что, если, понимаете, ну, хорошо читать Библию целиком, хорошо размышлять. Знаете, мы получаем каждый раз откровения какие-то, ну, такие маленькие, для себя на каждый день это хорошо. Но также хорошо читать Библию целиком. И поэтому не зря есть такое вот, что прочитать Библию за год или за два года. Почему? Потому что мы видим полную картину. Это дает нам просто вот полную картину всего. Потому что, ну, конечно, в первом Псалме говорится, что размышляйте над каждым, ну, как бы над Библией. Размышляйте. Это пища на каждый день. Но почему нам нужно видеть полную картину, потому что это нас вдохновляет, это нас поднимает, это нас, ну, как бы направляет. Это нам дает больше видения дальше видеть. Не просто вот здесь мелко решать какие-то свои земные проблемы. я вам хочу сказать нам, ну, просто это дает дальше видение, глубокое видение туда, в небеса. Потому что вот там, оттуда мы, мы не отсюда, мы не от земли. Мы, вот как Иисус, Он был рожден Духом Святым, а мы кем рождены? А мы кем рождены? Тоже Духом Святым. Я вам хочу сказать, каждый из вас рожден Духом Святым. Если вы думаете, что у вас земное происхождение, то я хочу вам сказать, наши родители это хорошо, но у нас небесное происхождение. Окей? Да? Аминь? У нас небесное происхождение, поэтому нужно мыслить теми категориями. Хорошо. Итак, девятая глава. Давайте мы почитаем из... Я не знаю, я, может быть, быстро очень говорю, может быть... Но я хочу много сказать. Вот. Я хочу, ну, как бы, чтобы вы в вашем понимании это, ну, как бы, была открыта вот эта вот вся картина, полнота всей картины того, что произошло на кресте. Потому что это не просто вот так вот себе что-то там произошло. Вот какой-то человек там умер, вот, и так дальше. Нет. Это так, знаете, дьявол, когда Иисус умирал на кресте, он ликовал. Потому что это для него было... Он думал, что это победа. И вот, знаете, три дня тьмы, да? Три, три дня. Три дня, когда Иисус, Он был в... Ну, написано, в Библии написано, что Он не зашел в самые глубины ада. И написано, что Он там проповедовал. Вау! Чтобы даже... И написано потом, что Он пленил плен. Для того, чтобы вот эти вот люди, которые не слышали о Нем, чтобы они услышали о Нем, чтобы они имели возможность спастись. Потому что, знаете, участь дьявола, она предопределена. Вот, знаете, я верю в Слово Божье. Если Слово Божье говорит, что дьявол, прищавший их, будет вержен озеро огненное и серное, вот там его место. Ну, то есть, для меня его место там. Для меня его места возле меня нету. Если он начинает слишком много в моей жизни каких-то дел, вещей, я ему напоминаю этот стих. Он этот стих очень сильно не любит. Но только, знаете, когда вы будете провозглашать его с верой. Я вам хочу сказать, если вы ему укажете на его место, он очень быстро от вас уйдет. Потому что его место там. Конкретно. Но это, я говорю вам, с верой провозглашайте, и тогда он там будет. ну, то есть, сто процентов он уйдет из вашей, ну, как бы, от того, чтобы вам причинять какой-то вред. Потому что этот стих его просто обескураживает. Этот стих его вводит в тупик. Потому что он знает, что, знаете, как Бог говорит, если Бог говорит что-то, это сто процентов будет. И поэтому, если это записано в Библии, ну, для меня это уже, ну, как бы, дело времени. Ну, вы понимаете. То есть, я знаю, что он там. Фактически, я уже знаю, что он там. Но то, что там еще есть какие-то моменты, это другое дело. Вот. Итак, девятая глава. Давайте прочитаем с один... Я вообще прочитала целую главу, но давайте почитаем с одиннадцатого стиха. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинею, нерукотворной, то есть, не с такого устроения. Вы понимаете, что вот та скинья, которая здесь была на земле, она была, как бы, Богом, ну, описана для того, чтобы ее сделали руками. Но на самом деле такая скинья на небе. Ковчег завета есть на небе. Он нерукотворный, то есть, руками не сотворен. Вот. То есть, не такого устроения. И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Иисус, как первосвященник, Он вошел в святой святых на небе. Мы дальше прочитаем в этой главе. И своей кровью покропил ковчег завета на небе. Ибо если бы кровь тельцов и козлов и пепель тельницы были окропления, окропления, через окропления освящает оскверненных, чтобы число чисто было тела, то есть здесь говорится о физическом, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя, мы об этом говорили уже, то есть Дух Святой принес Иисуса Христа в жертву на кресте, непорочного Бога очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он ходатай Нового Завета. Ходатай — это тот, кто ходатайствует, и мы читали, что сразу же на Него была эта миссия возложена, чтобы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, то есть Первый Завет — это Завет Бога и Адама, да, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованные, то есть чтобы мы получили, мы призваны для того, чтобы получить обетованные. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя», то есть было завещание, вот, и нужно, чтобы умер тот, кто завещал, завещал нам Иисус, да, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив, то есть Иисус нам завещал будущее и благо, и Он говорит, я умру, и моя кровь, это есть, как говорится, ну, подтверждение того, что я умер, вот, и моя смерть есть подтверждение того, что завещание в действии уже, да, поэтому и первый завет был утвержден не без крови, но мы знаем, что первый завет, вот, когда Скиния, когда Моисей делал завет с Богом, да, вот, это все, оно было, не, как бы, завещание было не, не просто, оно имеет под собой, ну, то есть завещание которое было дано Моисею, оно тоже было сделано с кровью, да, с пролитием крови. Давайте немножко я пропущу и сейчас и так да и все почти по закону очищается кровью и без пролития крови нет прощения это 22 стих и так образы небесного должны были очищать послушайте очень внимательно это очень важный стих и так образы небесного должны были очищаться этим очищаться этими самое же небесное лучшим ну хорошо давайте хорошо я прочитаю все подряд потому что непонятно ибо где завещание там необходимо чтобы последовала смерть завещателя потому что завещание действительно после умерших оно не имеет силы когда завещатель жив поэтому и первый изред был утвержден не без крови ибо Моисей произнеся все заповеди по закону перед народом взял кровь тельцов и козлов с водой и шестью и шерстью червленой и и сопом и окропил так саму книгу так и весь народ говоря это кровь завета который заповедал вам бог да также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные то есть Моисей когда ему была дана скиния да ну то есть описание скиния какая должна быть скиния какие должны быть святилища и святых что должно быть в святилище что должно быть в святом святых что должно быть где и какие то есть это все было ему дано мы это знаем из библии но как бы мы читали это не один раз вот и это все было сделано но оно должно было быть очищено и каким образом оно очищалось оно очищалось кровью да для того чтобы оно было чистым да и все да и все по закону очищается кровью то есть был дан закон по которому все очищается только кровью и без пролития крови нет прощения то есть священник когда он уходил святой и святых один раз в год прося для милости для божьего прощения для божьего народа для евреев и прося на следующий год благодати то есть все очищается только кровью и без крови без пролития крови без крови нету чего прощения и дальше Павел говорит очень интересный момент итак образа небесного то есть мы понимаем что на небе есть такая же скиния образа небесного должны были очищаться этими то есть должны были очищаться чем кровью да образы небесные то есть вот это вот скиния это все оно должно было очищаться кровью самое же небесное лучшими жертвами лучшими этих жертвами ибо Христос вошел в нерукотворное святилище по образу истинного устроенное послушайте он вошел Иисус вошел в нерукотворное святилище то есть это не люди его сотворили да то есть об этом говорится нерукотворное оно не было сделано руками понимаете по образу истинного устроено то есть святилище которое на земле было оно было устроено по образу истинному тому которое на небе да то есть мы понимаем что духовный мир он первичен а физический он уже вторичен но в самое небо вы понимаете вот это вот место Иисус вошел в самое небо он вошел в самое небо вот это вот ну то есть если есть небеса да Павел говорит что он был вознесен на третье небо да если то Иисус вошел ну вот в самый центр центральное нет места и что он сделал но в самое небо чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божье то есть он вошел туда и он осветил а вот знаете теперь вопрос отчего освещать если там все святое отчего его освещать и вот я вам хочу сказать вот это тот момент когда дьявол он приходил перед лицо Божье и он осквернял это место даже своим присутствием поэтому должна была быть жертва не простая вот так ну как бы а должна была быть жертва чтобы осветить даже это святилище от присутствия дьявола от того что он осквернял какие какой-то своим своими словами которые он произносил своими потому что сейчас он не имеет такого права туда заходить вы знаете что он не имеет права там быть потому что его место занял Иисус то есть он устранил дьявола из присутствия Божьего то есть если раньше в Иова мы читаем что дьявол приходил и там общался с Богом и у нас волосы дыбом у некоторых да почему такое происходило вот то я вам хочу сказать сейчас этого нету сейчас дьявол он не имеет доступа к святому святых не имеет доступа к святилищу он не имеет доступа туда он не имеет возможности предстоять перед лицом Божьим потому что он никого не представляет уже мы прочитали что представляет уже землю раньше представлял сначала представлял Адам да потом начал представлять дьявол а теперь представляет Иисус нас всех представляете вот даже такая мысль землю всю во времена до потопа после потопа до до Иова вот до того как Иисус пришел и не выгнал всю землю представлял дьявол перед Богом ну то есть сама мысль от этого становится тяжело итак по образу истинному устроено но в само небо чтобы предстать ныне чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божье и не для того чтобы многократно приносить себя в жертву как первосвящение ходит во святилище ежегодно с чужой кровью иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира но однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своею и как людям положено однажды умереть а потом суд вы слышите человеку нужно умереть а потом суд вот это вот кстати хочу вам сказать в противовес всяким реакорнациям и так дальше и так дальше переводоплощением то есть был собакой стал человеком или там наоборот собака человек и так дальше ну в общем разные разные религии Бог знает что не суд вот я вам хочу сказать вот здесь конкретное место и как людям или например говорят что ты четырнадцатой жизнью живешь или там пятнадцатую жизнь как кошка да 8 говорят что 8 жизней но это поговорка тоже для нее тоже смерть и все и как людям положено однажды умереть а потом суд то есть умер и суд вот так Иисус так Иисусом произошло мы читали суд над Иисусом да и как его дух святой оправдал так и Христос однажды принеся себя в жертву чтобы взять на себя грех многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его воспасения аминь аминь аллилуйя но хочу вам сказать что вот роль Духа Святого в этом всем вы понимаете что Бог Отец Бог Сын и Бог Дух Святой они творят вместе нету нету разногласия между ними и если они в плане искупления в плане если творили вместе я говорю как говорила так и отвечали за творение вместе нету такого что один другой третий и каждый порзнь нету у них было все очень четко вот что было расписано это было расписано до мельчайших подробностей как должно произойти что должно произойти и почему должно произойти и чтобы у дьявола не было никаких вопросов по отношению к нам почему например мы надеемся на него на Иисуса почему мы общаемся с Богом почему имеем доступ к Богу почему мы имеем оправдание почему мы имеем исцеление почему мы имеем разные почему мы имеем благодать да почему мы имеем ну просто благословение в своей жизни? Почему мы можем требовать, чтобы дьявол вообще не прикасался к нам? Почему мы имеем это дерзновение? Хорошо. Слава Богу. Я надеюсь, что я вас не перегрузила информацией. Вот. И хочу сказать, что просто, знаете, один такой момент. В заключение скажу. Иисус говорит, что хорошо, чтобы я ушел, потому что Он много учил. Он говорит, хорошо, чтобы я ушел, потому что придет Дух истины, который наставит вас на всякую истину, который направит вас на всякую истину. Хочу сказать, в этом есть очень большой смысл. Да, мы крещаемся от Духа Святого, мы получаем, мы наполняемся Духом Святым. Но знаете, в нашей жизни, в повседневной нашей жизни, я теперь от высоких, как говорится, к низким, к земным вопросам прихожу, да. Дело в том, что мы в Духовном мире без Духа Святого, я вам хочу сказать, как слепые котята. Куда двигаться, что делать, непонятно. Можем и через окно девятого этажа высунуться, да. Без Духа Святого нам ничего не понятно в Духовном мире. Но я вам хочу сказать, если вы хотите хоть какое-то понимание иметь в Духовном мире, если вы хотите хоть что-то видеть в Духовном мире, вообще вот вы попадаете в какую-то ситуацию, но Бог вам может дать этой ситуации Духовное видение, и вы по-другому вообще ее будете оценивать. Там, где все минусы, вот так, знаете, как в Иисуса на кресте оказалось, все минусы, все ниже плитуса, все так, где, ну, вообще, ну, но если вам даст Бог Духовное видение этой ситуации, может показаться, что там все плюсы. Понимаете? То есть просто просите у Бога, имейте общение с Духом Святым. В Библии написано, что я даю вам новый завет, где напишу все на скрижальных сердце вашего. Вы знаете, кто вам напомнит о том, что должно быть в вашем сердце и как вы должны поступать? Он напомнит Дух Святой. Но просто пожелайте этого. Ну, то есть, это не просто вот так вот я живу сам по себе, потому что я живу. Мы есть духовные в первую очередь, духовные личности. В первую очередь. Не забывайте о том, потому что, знаете, дьявол, он хочет сказать вам, что вы только физические. Вот болит физическое, вот то происходит физическое. Но я вам хочу сказать, понимайте, что наше происхождение неземное, наше происхождение небесное. Соответственно, первичное есть то, что на небе. Поэтому просите Духа Святого ведения для вашей жизни, для каждого дня, для каждой ситуации. Просто просите его, общайтесь с ним. Знаете, очень хорошая книга, это есть Доброе утро, Дух Святой, Банихина. Ее хорошо прочитать, но она такая, как бы, легкая для чтения. Я ее не помню уже, когда читала, но это хорошее начало, для того, чтобы хотя бы как-то начать, если у вас нету этого общения, хотя бы как-то начать общаться с Духом Святым, с Богом. Это хорошее, то есть есть хорошие вещи, которые есть написаны, они практические. И, ну, не надо повторять это все, но просто я хочу вам сказать, что, я не буду, вернее, повторять это все, но просто я вам хочу сказать, что общайтесь в каждой ситуации, в каждой вашей, ну, вам кажется, что эта проблема мелочная, да? Попросите, чтобы просто вам Бог показал, вот, даже в этой мелочной проблеме, даже в этом мелочной какой-то ситуации, что, чтобы он показал, как, какая его воля это есть и вы по-другому будете на все смотреть по-другому видеть это все аллилуйя аминь